Музыка 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 Очень нужна еще и другая помощь, а это коммунальная техника, основная, которая была разграблена, еще россияне вывезли тут около 750 единиц техники, а все иное, это технологии, тут, естественно, даже если мы отновим людям житло и даем там какие-то места проживания, но мы саму экологическую систему не отновим так быстро и нужно, чтобы весь мир свертался и дополняться. Мы тут взвозили все ему допомогу и я распределял люди, прихожане, у нас вот прихожане, ну, кто тут залишился, у нас тут было 20 человек, все уже в битвале, вы знаете, 24, мы им дополняли всем, кто наши прихожане приходили, мы с ними задиспечили, то есть еду, одежа, ну, то есть все, ну, все, что можно придать на первые, чтобы прожить первые дни, было все. И для этого мы готовили, чтобы гуманитарную допомогу, готовили на Львів-Береге. После Деньги на Львів-Береге мы должны туда тоже ехать уже машинами, петерами и помогать там тоже и священникам. Мы уже пережили окупацию, 9 месяцев, и то уничтожение над нами, которое было всем нашим, в принципе, народом. И 6 месяцев у нас бомбили каждый день, каждый день нас устрелили, потому что это первая линя считается. То, знаете, зараз уже, как затопили, то уже, ну, до них просто холодно. Я знаю, что с теми, как можно сказать, еще и Влада Львів-Береге не на зубы, это неправда будет, но их то даже лицей не хочется. Объедно, сердце кровью обливается, столько труда вложено, всего. Мы тут служили спочатку, тут служили. Потім, когда взорвали, все они из церкви. Вот тут уже сбили, вот тут сделали хаб, пока думали так, нижний, пока ним затопило, важно надо помилиться.